Юбилей Южно-Русского стал праздником спорта. Руководство компании «Севернефтегазпром» организовало пейнтбольный турнир в честь 50-летия нефтегазоконденсатного месторождения. Как и положено, на праздник пригласили гостей. За награды боролись 8 команд западно-сибирских дочек «Газпрома». За развитием событий на импровизированном поле боя наблюдал Павел Прожогин. Собраны и готовы к бою. Это на производстве, а не коллеги. На площадке для пейнтбола прежде всего соперники. Взаимные поздравления будут потом. А пока нужно продемонстрировать оппонентам меткость, скорость, интуицию и даже хитрость. Все то, из чего складывается победная тактика. Стрелкам усложняет задачу погода. По раскисшей тундре быстро не побегаешь. Всем большое спасибо, что не испугались, что приняли участие в наших соревнованиях, посвященных 50-летию открытия нашего месторождения Южно-Русского. Команда «Севернефтегазпром» – виновники большого производственного торжества. Южно-Русскому месторождению и ресурсной базе предприятия исполняется 50 лет. Но скидок юбилярам не предусмотрено. За победу нужно побороться и не дать соперникам в себя попасть. Лимита по шарам нет, стрелки ограничены только во времени. Его не так много, чтобы вдоволь пострелять по коллегам. Разумеется, исключительно из добрых побуждений. Спорт такой. Потому что соперники все известны. Это очень наши большие друзья. Раньше вместе со многими играли в одной команде, потом друг против друга. Но это не говорит о том, что мы не дружим. Мы очень большие друзья. А тактика? Все зависит от ситуации. Иногда можно подскользуться, упасть и оттуда стрелять. А можно добежать и ни разу не выстреливать, да прям до центрального баннера и забрать базу. Для победы это нужно сделать дважды за отведенное игровое время. А когда звучит финальный свисток, можно снова перейти к дружескому общению. Это спорт, это весело, это здорово, это адреналин. То есть, выходя с поля, когда обсуждаешь с командой противником, у кого какие были плюсы, у кого какие минусы, кто выиграл, кто проиграл, то есть, соответственно, завязываются дружеские отношения, какие-то теплые друг другу слова говоришь. Когда баталии позади, можно расслабиться. Церемония награждения проходит в более комфортных условиях. Дружба дружбой, но в спорте всегда есть победитель. Третье место заняла сборная газодобытчиков из «Газпром Добыча Надым». Серебро у команды «Газпром Трансгаз Сургут». А главный трофей турнира достался стрелкам из «Газпром Добыча Ноябрьск». Павел Прожогин, Антон Берестянский, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».